Приветствую, братья и сестры. Сегодня для нашего рассуждения мы прочитаем сперва два вопроса, которые записаны в Библии. Но перед этим я бы хотел поделиться. Знаете, когда я размышлял над этой темой, которой мы сегодня будем говорить, рассуждать, о вопросах, о том, как псалмопевец Давид задает вопрос, я бы подумал о своей жизни. И, в принципе, в жизни каждого из нас есть такие моменты, когда или ситуации, или этапы жизни, когда у нас появляется вопрос. И бывают такие вопросы, что не всегда легко найти ответ, который мог бы тебе помочь. И бывают такие вопросы, которые тебя мучают. И знаете, я, рассуждая о своей жизни, короткой жизни, в которой у меня были такие моменты в моей жизни, когда были вопросы. Знаете, я благодарю Бога, что, не знаю, почему так происходило, но когда у меня появлялись вопросы, я в первую очередь и шел к Нему, чтобы найти ответ. И даже в моей жизни я благодарен Богу, что в моей жизни Бог посылал таких людей, наставников, которые всегда направляли к Нему, к Богу. И когда я задавал Богу вопросы, искал в Нем ответ, я всегда его получал. И я получал и успокоение, и освобождение, и мне становилось легче идти дальше. Бывают в жизни наши такие вопросы, которые мы не можем долгое время найти ответы, и ищем разные источники, можем найти кучу информации. Но на самом деле истинный источник является Бог. Он знает все, Он имеет все, Он знает, что для нас лучше. Прочитаем Псалом, первый стих, Псалом 14, Псалом Давида. Господи, Давид говорит Богу, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Вот такие два вопроса, которые Давид задает Богу. Знаете, я подумал о той ситуации, о том времени, в котором жил Давид, и в то время, когда люди приходили в Храм Божий, они приносили жертву, они приносили жертву Богу, делали жертвоприношение. Знаете, вот первое значение жертвы – это дар. Это то, что я выражаю свою преданность, я показываю свою любовь Богу, принося вот этот дар. А отдаю эту жертву. Жертва еще означала, жертва давалась за грехи, за повинность. И интересное такое описание, или то, что значение такой жертвы, значение жертвы в то время, которое… Интересно, я такую мысль нашел, что жертва – это приближаться, становиться ближе к Богу. Вот это имелась еще цель жертвы – это не просто прийти, оставить жертву и уйти, и ничего не меняется в нашей жизни. Скорее всего, Давид, видя ситуацию, которой было в народе, что люди приходят, люди согрешили, приходят, приносят эту жертву, уходят, и ничего не меняется в их жизни. Они опять грешат, опять поступают так, как поступали. Вот этот вопрос – кто может? Если мы посмотрим притчи, 15 глава, 8 стих, что говорит Соломон, «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему». На самом деле, та жертва, которой люди думали скрыть или просто показать, что я принес жертву, но при этом в моем сердце нет никакого изменения, в моем сердце нет понимания, что я делаю, почему я пришел в Храм Божий, для чего я тут. Может, потому что я уже привык к этому, может, потому что мои родители делали так, может, потому что я в этом народе, и в этом народе так принято делать. Людям не задумываются, не было изменения, они не имели Бога, не знали Бога, и Бог не принимал жертвы нечестивых. Они могли приходить и приносить эту жертву, но Он ее не принимал. Притча 21, 21 глава, 27 стих. «Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее». Бог не принимает ту жертву, которую мы приносим, или которую приносили в то время, при этом не понимая сути, не ища Бога, не ища перемены в своей жизни, не ища удалить идолов из своей жизни. Не делая ничего, мы жили, они приносили жертву, и жизнь не менялась. Они, может быть, и поклонялись и другим богам, может быть, их дела, они далеко были от того, что Бог написал в законе, как должен поступать праведный человек. В этой же главе 2 и 3 стих притчи 21 глава, 2 и 3 стих. «Всякий путь человека прям, глаза в его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудие более угодно Господу, нежели жертва». Для Бога более важен результат. Не просто жертва, а результат, что она принесет в твоей жизни или в жизни человека. Для Бога было важно, как человек будет, вот это, как он примет Божью любовь, Божью благодать, Божий закон. Как он придет к Богу и увидит вот эту, как Бог хочет, чтобы он поступал. Вот эту практичную часть нашей жизни. Не просто называться и иметь тот статус, который они имели, или который мы имеем, но имея вот этот статус христианина, поступать так, как христианин. В 23-й главе, в 23-м псалме Давид повторяет этот вопрос. «Кто взойдет на гору, 3-й стих, 23-я глава, 3-й стих, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на свет том, мести его?» Опять же задает этот вопрос. «Кто может? Кто достоин?» И следующий стих, 4-й, «Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно, и не божился ложно». Тот, у кого сердце чистое, тот, у которого ищет исполнять его заповеди, ищет Бога в своей жизни и старается поступать правильно. Так, первый вопрос, который есть, «Кто может? Кто достоин?» Только праведный. Только праведный человек. Итак, возвращаясь к нашему псалму, 14-му псалму, «Кто достоин? Кто может?» Давид задает вопрос, «Кто может?» Кто достоин пребывать в твоем жилище? Кто может быть в твоем присутствии? Кого ты принимаешь? Только праведника. Вот такой ответ Бог дает Давиду, и он пишет дальше во втором стихе, «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истинно в сердце своем». Праведник – это не тот, который называет себя праведником, а праведник – это тот, который поступает правильно, так, как учит Бог. Ходить. Ходить. Очень часто вот это слово «ходить» в Библии имеет значение вести себя или поступать. Поэтому ходить непорочно – это означает поступать справедливо или по правде, так, как учит Бог. Бог дал закон, и нужно поступать так, как Он дал закон, потому что Он является истиной, Он является правдой. Поэтому праведник, он каждый день, он ищет возможность для того, чтобы пребывать, искать истину Божию, для того, чтобы понимать, как поступать. Когда мы будем искать Его истину, когда мы будем пребывать в Его истине, тогда Бог будет нас, нашим сердцем, мы будем понимать ценность Его, мы будем понимать, кто Он, мы будем понимать, что Он является источником нашей жизни. Мы будем искать в Нем все, и наша жизнь будет меняться. И наша жизнь будет меняться, потому что мы будем искать Его, чтобы Он был Господином нашего сердца. И тогда с нашего сердца будут истекать чистые мысли, чистые слова. Мы будем поступать так, как Он желает, потому что мы Ему позволили это делать. Дальше, в третьем стихе, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, он не может быть клеветником, и он не принимает клевету на другого. Знаете, недавно я смотрел исторический фильм про Вторую мировую войну, и там одного человека оклеветали. Этот человек умер, но вот это, то, что про него сказали неправду, вот эту клевету даже после смерти на его истории было пятно, на его семье было пятно. Настолько имеет вот эту силу, клевету, которую мы или которые люди делают, которые говорят, клеветая кого-то, она имеет разрушительную силу, которая имеет даже последствия даже после смерти. Поэтому нам нужно быть настолько внимательным в наших поступках, в нашем поведении и то, что мы говорим, чтобы мы были внимательны, не оклеветали никого, и искали истину, и не принимали клевету на кого-то, искали правду. Четвертый стих. Тот, в глазах которых презрен отверженный, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Он не поддерживает и не соглашается с теми, кто не боятся Бога. Он не идет с теми, кто не ходит за Богом, не поклоняется Ему. Он ищет пребывать, быть в присутствии тех людей, которые разделяют его мнение о том, чтобы следовать за Богом, исполнять Его волю. Он ищет такое присутствие. Пятый стих. То есть серебро свое не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Он не нарушает закон, потому что он знает закона Божьего. Он знает, что Бог запрещал давать долг с процентами. Сегодня, возможно, в нашей жизни это тоже может быть актуально. Какой-то брат может подойти к нам и сказать, я в нужде. Я нуждаюсь, у меня есть нужда. Можешь мне одолжить тысячу долларов? Ты говоришь, хорошо, я могу тебе одолжить тысячу долларов. Но знай, если пройдет месяц, ты мне уже не должен тысячу долларов, а тысячи десять. Пройдет два, ты мне не должен тысячу десять, а тысячу двадцать. И так далее. И Бог в исходе 22-25, Он запрещает это делать для того, чтобы проявить милость другим, чтобы помочь другим. Поэтому праведник, зная Божий закон, изучая Божию истину, он поступает так. Он не ищет себе выгоды, а он поступает так, как хочет Бог. Он ищет исполнять Его волю в своей жизни. Итак, кто может, кто достоин? Только праведник. Праведник – это не статус. Праведник – это практические действия в нашей жизни. Праведник – называться праведником и поступать как праведник. Это две большие разницы. Мы должны, я думаю, что Бог помог нам рассмотреть в свое сердце наши поступки, как мы живем, как мы поступаем, как мы изучаем Писание, насколько мы уделяем время для того, чтобы пребывать в молитве. Или мы просто, для нас достаточно приходить раз или две недели в церковь, и все. Находим ли мы время каждый день, чтобы приходить перед Его престолом, преклонить колени и молиться? Находим ли каждый день время для того, чтобы читать из Его слова, чтобы понимать, как поступать, чтобы быть праведником? Испольняем ли мы, стараемся ли исполнять то, что Бог заповедует нам? Стараемся ли мы исполнять то, что мы читаем и понимаем то, что проповедуется, и мы слышим, стараемся ли мы так поступать? Или мы просто устали от этого, мы уже привыкли, да, все так делают, и я так буду. Как мы относимся к Божьему повелению? Как мы относимся к Божьим истинам? Как мы относимся к Божию храму, к Божьему присутствию? Какое наше отношение? Пусть Бог нам поможет, чтобы каждый из нас рассмотрел свое сердце, свою жизнь, для того, чтобы прожить эту жизнь и быть достойным, быть достойным там, на небе, когда мы пристанем пред Богом, чтобы мы были достойны, сойти в Его жилище, в Его дом. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok